Добрый день, программа «Редколлегия», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня на «Редколлегию» вызван Сергей Шнуров. Привет, Сергей, привет, привет. Приветствую. Да, ну, Шнурову как раз на «Редколлегию» уже пора, поскольку он из своего шоу-бизнеса перешел уже, ну, фактически в журналистику, да, все-таки генеральный продюсер канала RTVI. Это уже, я канал, кстати говоря, подчеркну, общественно-политический, да, поэтому это неразвлекательный канал, где, конечно, понятно было бы присутствие Шнурова. Сережа, как ты себя чувствуешь вот в этой новой роли, ну, в общем, такого журналистского или медийного менеджера? Я бы не включал все-таки шоу-бизнесовую составляющую из всего происходящего и из того поставка, который я занимаю. Чувствую я себя прекрасно на этом месте. Я люблю какие-то новые задачи, мне интересно, я занят, общаюсь вот с прекрасными людьми, в том числе и с тобой мы виделись давеча совершенно. Спасибо тебе за то, что ведешь у нас программу «Дилетант». Мы сейчас будем друг друга хвалить, потому что мы сейчас теперь уже на одном канале, даже понимаете, RTVI. Ну, хороший канал, я же не могу сказать, что он плохой, да, тем более, что действительно он приютил мою программу. Приютил мою программу, да. Кстати, посетите, хорошая программа, действительно, другие программы хорошие. Но сейчас нас интересует именно Сергей Шнуров. Как? Я взял Википедию, там написано, ну и шоумен, там и рок-музыкант и так далее. Но уже появился политический и общественный деятель, значит, медиа-менеджер, ну и так далее, и так далее. Хорошо. В общем, ты чувствуешь себя хорошо. У меня такой вопрос. Здесь вот ты уже давал, я знаю, разъяснение по поводу того, что наша аудитория, если не знает, Сергей Шнуров, как генеральный продюсер, оштрафовал на 98 тысяч рублей. Это правильная сумма? Ну, где-то примерно так, да. Да, на 98 тысяч рублей. Одну из ведущих тоже телеканала RTVI, Тину Канделаки, за незаданный вопрос в интервью с Андреем Турчаку. Ну, она его задала, но сформулировала не так, как было это прописано. А было прописано? Было прописано, да. Мы составляли вопросы, которые было необходимо задать Турчаку, и вопрос про Акашина был в этом списке. Она каким-то образом посчитала его то ли неудобно задавать, то ли еще что-то. То есть, каких-то своих соображений она его просто немножко переформулировала, но это даже не немножко. И острый вопрос оказался совершенно не острым. А это вот ты впервые столкнулся, ну, вот с такой подменой, я бы сказал, журналистики. Ну, я бы не сказал пропагандой чистой, да, но подменой, ну, когда журналисты... Ситуация такая, слушай, журналисты начали бояться. Бояться, да, это правда. Но у нас-то канал, слава богу, такой небоязливый, поэтому здесь-то бояться нечего. Я понимаю, если на канале России ты не можешь задать какой-то вопрос, или на Первом канале. Я понимаю тех журналистов, которые там сами себя цензурируют. Но здесь-то у нас зачем это делать? Это самоцензура, то, что называется, да? Она иногда работает сильнее, чем официальная цензура. Ну, да, она не то, что работает сильнее, она самая настоящая проблема сейчас. Ну, как я ее вижу. А ты вмешиваешься вот в информационное вещание, в такое общественное, политическое? В новостное вещание я не очень вмешиваюсь, поскольку у нас новостным вещанием занимается Станислав Кучин. Я отвечаю вообще за общее впечатление о канале. Ты за шоу-журналистику? Да, за шоу-журналистику. За шоу-журналистику. Вот когда я увидел, что шоу не получилось, меня это расстроило. А шоу должно было получиться, когда задаешь ты острые вопросы? Ну, по крайней мере, я мыслю заголовками. Да, это точно, совершенно точно попало бы на первые полосы новостные. А так прошло незамеченным. Ну, да. Ну, прошло замеченным, но публикой, которая такой подготовленной, как раз с одной стороны... Ну, прошло замеченным для специалистов, для медийного общества, для всей трусовки. Да, прошло замеченным. Ну, это же не широкий охват, за который мы говорим. Ну, смотри, с другой стороны, были претензии к каналу, ну, и лично к Тине, в том, что вообще зачем она с этим человеком... Там, как многие писали, нерукопожатный там и так далее. А, это ерунда совершенно, да. Да, что к ней были претензии, почему вообще он, этот человек... Это тоже пример самоцензуры. Это тоже пример самоцензуры. Что такое нерукопожатный? Это журналист или не журналист? Журналист – это практически следователь, да? Ты должен... Или врач, или, если хочешь, врач. Или врач, да. Который должен лечить любого человека. Да, тут совершенно чураться никого нельзя. Но это мой взгляд такой. А если есть какой-то список у тебя в голове, с кем бы ты не поговорил бы, то, ну, значит, ты такой журналист не очень непрофессиональный. Ну, здесь я вам не могу не согласиться, потому что, конечно, увы, вот и среди журналистики появляется вот такое сектанство, да, которое вот с этим будус, это нерукопожатный. Так нельзя. Журналист, как врач, как следователь, как ты говоришь, он... Для него не существует каких-то преград. Рукопожатный... Не должно, по крайней мере... Не должно, если это не превышает закон, не переходит, да, через рамки закона. Это другой вопрос, да. Согласен абсолютно. Здесь я тоже, я бы не поддержал многих людей, с которыми я в хороших отношениях, и с которыми мы единомышленники, я бы сказал. Но в этом вопросе я... Я бы сел, например, делать интервью с Турчаком. За какой вопрос, который я тебе сейчас не задал бы, ты бы меня оштрафовал? А, задумался? Да, хорошо повернул. Хорошо повернул. Что я должен тебя спросить, чтобы ты меня не оштрафовал? Какого черта Сергей Шнур поперся в политику? Вот. Этот вопрос у меня был подготовлен, так что я бы его все равно задал. Ну так какого черта ты поперся в политику? Дело в том, что мне всегда интересно заниматься тем, что я не очень умею, и разбираться в разных вещах. Я не даю своему мозгу простаивать и стагнировать. Я себя пытаюсь постоянно бодрить. И ставлю такие задачи фактически неразрешимые. Как там с помощью нецензурной лексики собрать стадион. Казалось бы, ну вообще к идее эта штука не должна полететь. Но я ее собираю таким образом, что она летит. Сейчас с политикой я только-только ей занялся. Только-только туда стал внедряться. В эту довольно опасную зону. Но планы у меня ровно такие. Хочешь, чтобы залетало? Я хочу, чтобы это полетело. Я хочу собрать... Залетало и залетало, как сейчас говорят. Да, я хочу стать вот таким большим политическим деятелем. И в этом случае пример Байдена, конечно, меня очень вдохновляет. Потому что времени у меня довольно много. Да, ну подожди, да. Здесь, конечно, конечно... Ну, подожди, ну не сравнивай себя с Байденом все-таки. Слушай, ты действительно на 30 лет моложе вообще-то. Ну да, но я к тому, что, в принципе, политическая жизнь, она не такая, как у жизни артиста. Она все-таки подольше. Да, но смотри, мне кажется, знаешь, что общего между политикой и шоу-бизнесом? Да, ну, в частности, вот в нашем разговоре, что политика и журналистикой, между журналистикой и шоу-бизнесом, что там и там очень важна форма. Что форма очень часто превышает контент. Безборно. Соглашусь с тобой, да, в наше время форма, она не то, что сопровождает содержание, она и является содержанием. Абсолютно правильно. Потому что, в конце концов, я вот опять же про интервью. Ну, там есть, безусловно, нюансы. Задал вопрос, не задал вопрос. Но, в принципе, любой журналист, сейчас севший там, не знаю, со шнуром или севший, я не знаю, с кем, с Турчаком, с Путиным, с Байденом, с кем угодно, вот набор вопросов один и тот же, примерно, плюс-минус. Но на одного придут, не буду называть фамилии, там сейчас очень много популярных, и в Ютьюбе, да, интервьюеров. А на другого не придут. Да? Хотя... Да, появились звездные журналисты, да. Хотя по смыслу, в общем-то, наверное, одно и то же. Хорошо, давай теперь в политику. Ну, там по форме совершенно другое, да, по интонации другое. Там дело нет, там смысл все-таки иной. Дело в том, что появление вот этих всех блогеров-журналистов, оно связано с тем, что не было выхода, и до сих пор его нет решительных, вот настоящих героев современности в телевизорах. Вот их там быть не может. Вы Моргенштерна увидите в телевизоре, когда он говорит на том языке, на котором он говорит? Да нет, конечно. Он будет там, опять же, цензурированный, кастрированный, не тот самый настоящий Моргенштерн, да. Это как Сергей Шнуров у Познера, да. Ну, примерно вот так же. Слушай, удивительно. Я только сейчас, у меня в голове задать тебе вопрос про Шнурова у Познера. Потому что я только сейчас это вспомнил интервью, когда сидели два человека, два умных, подготовленных, интеллигентных, ну, извини, что интеллигентных человек, несмотря на твой мат весь. Вот. И было видно, что вы друг друга абсолютно не понимаете. Вы разные. Дело не в том, что вы разные, мы все разные. Но вы говорили на разных языках совершенно. Да нет, ну, Познер, ну, на мой взгляд, да, он пришел с неким предубеждением. Конечно, там, царь телевидения, большой гений прямого эфира, возьмем слово, это слово в кавычке. Но здесь он напал на такого крепкого орешка, который, ну, не повелся на его инсинуации. Ну, что ж, это показало, на мой взгляд, опять же, я не хочу быть последней инстанцией, на мой взгляд, его показало как не очень гибкого журналиста. Он не нашел со мной общий язык, а у меня задачи общего языка находить не было. Это другая журналистика, может быть. Журналистика меняется. Я вот преподаю журналистику, да, вот я говорю своим студентам, что я не знаю, чему мы вас учим, потому что журналистика, в общем-то, давай признаем, она ушла сейчас в блогерство, да, в YouTube, в соцсети. Она стала живее, на мой взгляд, что ей, конечно, дает какие-то шансы на то, что она будет жить дальше. То вот старое, мертвое телевидение, оно уже жить не будет. Ну, оно же, видишь, живет, и оно, ну, с точки зрения... Ну, оно живет за счет субсидий, да, тут тоже не нужно. Мы же все прекрасно знаем, какие там долги и какие вливания в федеральные каналы происходят. Экономическая модель телевидения, вот такая, как она есть, она уже не существует. Если отключить этот кран, который течет из бюджета, то телевизор долго не просуществует. А у тебя нету, я не знаю, вы же все-таки там занимаетесь аналитикой, вот цифр по поводу того, насколько вообще рекламные деньги перетекли из федеральных каналов, там в блогерство, в YouTube и так далее, в интернет-каналы. Я бы не сказал бы, что они напрямую перетекли. Я могу сказать, я знаю, что рекламные бюджеты интернета, они растут. YouTube там вообще просто в геометрической прогрессии. Вот так выглядит график. А рекламные бюджеты телевизора, они вначале стагнировали, а сейчас стремятся к нулю. Но тренды именно такие, здесь вверх. Да, тренды именно такие, конечно, и направление, но так и будет. Слушай, давай еще вернемся все-таки в политику. Я не знаю, правильно ли я понимаю, я даже посмотрел, что ты в июне пришел на телеканал, и сейчас как раз пять месяцев. Я правильно понимаю, что первый твой такой контакт непосредственный, достаточно продолжительный, с реальной политикой, это был твой фильм про Хабаровск. Ну, наверное, да, но я бы не назвал бы это с политикой. Это была такая проба пера журналистская, да? Ну, да, ну, хорошо, да. Журналист Шнурова с такой, с политической реальностью, да, скажем, да? Да. Ну, и что, а вопрос в чем? А вопрос вот в чем. Мне просто интересно, твои впечатления о Хабаровске, не как о локальном явлении, хотя оно очень интересное, а вот о том, после там стольких лет на сцене, да, ты увидел немножко другую жизнь. У тебя в голове что-то поменялось, да? Ты понял совсем, что немножко все не так происходит в жизни и в реальной политике, как мы там представляем себе, глядя на федеральные каналы? Ну, во-первых, у меня не было особенных иллюзий. Я понимал, что сцена – это сцена, что улица – это улица. Впечатления о Хабаровске у меня сложились абсолютно однозначные, что народ воспринимает снятие фургала как, не знаю, как плевок в душу, как нанесение личного оскорбления. Очень много эмоций, рациональности в этом мало, но, как любые уличные события, они всегда пропитаны какими-то импульсами внутренними, которые сложно сформулировать даже. Это не поддается никакому анализу. Вот они считают, что их обманули, считают, что вот так вот быть не должно. И я, в принципе, их понимаю, я с ними согласен. Так быть не должно. Ну да, здесь есть еще вторая сторона, что я не знаю, я не могу дать голову на отсечение, что фургал ни в чем не виноват. Но если он виноват, мне кажется, нужно просто рассказать людям, объяснить людям. Им же никто ничего не объясняет. Ведь им говорят, сидите, молчите. Он там наделал то-то, то-то, то-то. Так у них требования-то, на самом деле, довольно простые, что они хотят... Открытого суда в Хабаровске, если я правильно понимаю, да? Чтобы фургалы привезли сюда. Почему это происходит в Москве? Почему суд не публичный? Почему... Ну, такие вопросы, на самом деле, простые. Если бы власть бы обращала внимание на людей и пыталась бы все-таки как-то действительно им что-то объяснить, была бы действительно в диалоге, о котором она так много-много говорит, тогда бы другое было бы отношение. А сейчас у людей представление такое, что власти вообще наплевать на мнение, на их мнение, на их суждение, на их выбор, в конце концов. А вот как бы ты сегодня себя определил? То есть ты же все по-прежнему состоишь вот в партии роста, да? Да, конечно. Как бы ты себя сегодня идентифицировал, как позиционировал, как сейчас модно говорить? Ты политик оппозиционный или нет? Ну, процентов на 80, наверное, оппозиционный. Процентов на 20, наверное, нет. Но я... Я не тот оголтелый оппозиционер, которого не устраивают все решения власти. Вот все решения власти плохие. Ну, и вот таких полно. Ну, так не бывает, что все плохо, и не бывает... Да, так не бывает. Ну, и все хорошо тоже не бывает. Да, я все-таки в решениях власти иногда и вижу что-то разумное, что-то доброе. Такое тоже бывает. Но не вечное. Мы даже видим и вечное. Нет, они пытаются делать это вечно, но у них не получится, конечно. Ты думаешь, не получится? Законы природы не победят. Это уже не получится, да? Да, нет. Но все... Не знаю, мне так кажется, это хорошо, что ты пошел власть. Дело в том, что власть, понимаешь, сейчас большая проблема у власти. Власть прет против времени. Время меняется, а они все равно... Они начинают строить плотину. Плотина – это хорошая штука. Но дело в том, что ее нужно постоянно поддерживать. Она требует очень больших средств и очень больших ресурсов. Вода сильнее. Вода камень точит. И сейчас власть не на стороне воды. Власть не на стороне... Нет, власть сейчас камень. А ты вода. Камень, да. А ты хочешь быть водой, правильно я понимаю? Да? Которая будет ее точить все-таки. Я хочу быть тем большим-большим парусником, который плывет по воде. Ну да, ну да, ну да. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу. Программу «Редколлегия» Виталий Дымарский, ее ведущий. Это я и Сергей Шнуров. Сам Сергей Шнуров сегодня у нас в гостях. Еще раз добрый день. Мы продолжаем нашу программу, программу «Редколлегия». Напоминаю, я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях Сергей Шнуров, генеральный продюсер телеканала RTVI. Вот здесь вот я, здесь у меня такой прокол, я бы сказал, журналистский. Я не посмотрел, занимает ли Сергей Шнуров какую-нибудь должность в партии, в которой он состоит, в партии Роста. Ты не входишь в руководитель? Я сопредседатель. Я сопредседатель. Вот, сопредседатель, сопредседатель партии Роста. А как, кстати говоря, нет то, что называется конфликта интересов? Человек-сопредседатель партии во главе канала, и получается, что канал RTVI будет каналом пропартийным? Хотелось бы, чтобы так было, но мухи отдельно к ответу отдельно. Многие в Америке партийные работники занимают, вернее, состоящие в партии люди, занимают какие-то должности и в медийном пространстве, и никого это не смущает. Будет партийный канал, не будет партийный канал. Что, к сожалению, сами выборы, что выбор, вернее, так, что выбор происходит до выборов. Да, что где-то там наверху в высоких кабинетах решат, что партия Роста должна быть в Госдуме. Партия Роста будет в Госдуме. Не будет партия Роста, решат, что не будет, не будет. Да, к сожалению, у нас вот такие теперь выборы. И не приходится ли тебе, как сопредседателю партии, стараться сделать так, чтобы понравиться не только потенциальным избирателям, но главным избирателям, которые сидят выше, а не ниже? Мне не приходится, потому что я всего лишь сопредседатель. Я думаю, что Борис Юрьевичу, конечно, сложнее. И благодаря тому, что он занимает все-таки должность и одновременно является партийным лидером, ему, конечно, приходится со всеми договариваться, вести какую-то вот эту закулисную игру. Мне, слава богу, не нужно вступать в такие контакты. Но ты осознаешь, тем не менее, что это наша реальность политическая. Конечно, но я же не глупец. Я же понимаю, что так это все и существует на данном этапе. Ну да, ну да, ну да, увы. Ну, Первая Дума при царе тоже собиралась там каким-то таким же примерно образом. И потом мы все знаем, чем это закончится. Ну, конечно, конечно, конечно. Хорошо. А вот я не знаю, там мы с тобой говорили как-то некоторое время назад, ты говорил, что при всем при том, будучи даже сопредседателем партии, ты не собираешься идти в депутаты. Или сейчас, пока ты не знаешь этого? Я не то, что не знаю, но вот на данном этапе я точно совершенно не собираюсь. Я не хочу. Мне вот эта Дума сейчас маловато. Что я там буду делать? Переформатируйте. Дума, которая не место для дискуссии, но вот куда? Сделай из нее шоу, которое бы понравилось, но они не хотят. Нет, они не хотят, они не дадут. И все это такое. Нет, со стороны, если смотреть, то, наверное, какому-нибудь обывателю кажется, что это возможно. Но я как вот приближаюсь к этой конструкции под названием Дума, я вижу, что там даже мухи дохнут. Там живые организмы пока не живут. Слушай, ты же человек молодой, я не знаю, ты застал, ты не застал. Ты помнишь вот эти заседания в Перестройку еще, там Верховный Совет? Да, да, помню, конечно. Ты помнишь, да? Все же смотрели. Это же было шоу, да? В то же время. О, да, о, да. Причем в данном случае шоу – это не унижение депутатов и политики. Да, это и было ярко в этом смысле, да? Потому что это можно было смотреть… Я помню, первые созывы нашей Думы тоже были яркие. Где еще Александр Глебович фигурировал на каких-то там третьих ролях. Ну да. Там было мощно, да. Но время было такое. Ну, раз уж заговорили о Петербурге, Александр Глебович, по Петербургу скучаешь? Гоню от себя. Ну, честно только говори. Вот честно тебе и скажу, что гоню от себя эти скучания. Гоню. Вот если у меня всплывает какой-то образ, там, не знаю, Петропавловки, Зайщего острова или канонерки, то я сразу пытаюсь прочитать какую-нибудь книжку. Желательно не о Петербурге. Что тебе снится «Крейсер Авроры»? Да, вот это тоже не поют. Тоже не поют. Да? Ну, следишь ты там за жизнью петербургской, тем не менее, так или иначе, наверное, да? Конечно, конечно. Я даже реагировал какими-то стихами. А насколько, по твоим наблюдениям, насколько разнится жизнь, я бы сказал, такая, с одной стороны, тусовочная, да, а с другой стороны, вот такая общественно-политическая между Москвой и Петербургом? Ну, Петербург, ну, я даже когда жил в Питере постоянно, ты много, черт возьми, в Москве. Вот. Я говорил, что Питер стал совсем провинциальным городом, что не можем мы держать повестку, да, и даже вот отсюда, наблюдая, новости, которые приходят из Петербурга. Ну, что это такое? Это очередная расшлененка, которая уже даже и не смешно по этому поводу, и не пошутишь. Либо отвратительное совершенно решение о закрытии маленьких баров. Ну, это разве каким-то образом открывает нам новые смыслы и какие-то новые перспективы? Нет. Ну, да, с одной стороны, я тебя понимаю, с другой стороны, а что делать, если то, что в журналистике называется ньюсмейкеры, там, да, какие-то селебритис, да, там, люди, как Шнуров берут и уезжают из Петербурга, там, в Москву или еще куда-то, да? Просто Петербург, мне кажется, немножко опустел людьми. Ну, я и людьми опустел, бесспорно. Да, при том, что, безусловно, очень много уважаемых, замечательных людей, конечно, еще живут в Петербурге, но что-то расползлось немножко, нет? Вот эта вот ткань петербургская. Ну, наверное, но это давно происходит, этот процесс же давнишний. Ну, так как вся медийка находится, так или иначе, в Москве, в Петербурге что осталось? Ну, вот Эхо Москвы и осталось. Ну, что еще, какой есть канал, который бы держал внимание зрителей? Ну, были вот замечательные эти рэп-батлы из Петербурга. Это вот, пожалуй, самое последнее яркое, что действительно, чем Питер обращал на себя внимание. А сейчас что? Ну, я даже не знаю. И дело здесь, наверное, все-таки не в деньгах. Ну, и мне кажется, в деньгах тоже все-таки чувствуется, что, конечно, в Питере просто намного меньше денег, чем в Москве гуляет все-таки. И это важно, что говорить. Особенно для тех шоу, то ли политических, то ли развлекательных, то ли еще каких, то ли для рэп-батлов, которые, в общем-то... Ну, кстати, вот рэп-батлы, они совершенно не такие большие бюджеты. Это было построено на идеях. Петербург всегда брал не деньгами, а идеями. А их нет. Ну, как в последнее время... Все идеи, видимо, вместе с Владимиром Владимировичем уехали в Москву. Все идеи и люди. Да нет, да нет. Такого быть не может. Просто я думаю, что Питер как резинка на рогатке. Он сейчас оттягивается, оттягивается, а потом вулпит. Ну, давай, допустим. Продолжаешь болеть за «Зенит»? Конечно. Ну, не буду задавать неприятных вопросов по поводу Лиги Чемпионов. Почему? Ну, слушай, почему? Ну, и такое тоже бывает. Болельщик должен оставаться последовательным. Это вот это правильно. Победы, не победы. Он должен быть верным болельщиком. И команду не меняет. Сереж, ну, последний, наверное, комплекс или группа вопросов касается... Многие спрашивают, конечно, это судьба группировки «Ленинград». Судьба группировки «Ленинград». Группировка «Ленинград» стоит на паузе. На паузе не распущена, а именно на паузе. Ну, она в какой-то степени распущена, но я свою музыкальную деятельность не закрываю. Потом, если есть я, как я говорил, по-моему, в 99-м году, если на сцене есть я и еще один человек, значит, группа «Ленинград» желает. Ну, да, правильно, да, конечно, такая самоуверенность тоже должна быть, безусловно, иначе-то чего. Какие-то еще проекты существуют, кроме телеканала, политики и группы «Ленинград» на паузе? Ну, группа «Ленинград» сейчас паузу этого отожмет, и числа 2-го декабря я выдам новый клип. Ого. Да. Я решил так попалывать, потому что целый год какие-то ужасные эти новости, еще и «Ленинград» молчит. И я подумал, что нашему зрителю необходимо. Ну, да, год, конечно, тяжелый. Дайте немножко воздуха. И непонятно для чего, но решил выпустить клип. Понятно, что ни концептов никаких я не буду устраивать. Ну, так, для того, чтобы народ повесел. Ну, да. А еще я занимаюсь, да, сейчас занялся сериалами, продюсирую в такой компании «Карбон» для платформы ИВИ. Музыку пишу туда же. Сериалы. Я хочу сказать от имени почитателей группы, группировки, мы благодарим тебя за предстоящий клип. Нам всем интересно. Вот, и я, знаешь, обратил на что внимание, что в этом году, ну, формальное всегда, давайте уж признаемся, вот это прощание, ну, здоровья или там на день рождения, ну, здоровья, счастья, успехов там везде, вдруг превратилось в очень важное пожелание. Потому что в этой ситуации я тебе желаю здоровья, желаю здоровья семье, я желаю здоровья всей нашей аудитории. Спасибо Сергею Шнурову, который долго не… Я тоже всем желаю здоровья, спасибо большое. Долго не появлялся в Петербурге, вот хотя бы так вот через YouTube и радиостанциях Петербурга вернулся к нам на некоторое время. Спасибо, Сергея. Пока, счастливо. Пока.